Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового! И сегодня я покажу вам разницу в макияже, как не попасть в ловушку устаревшего макияжа. Я покажу вам все это очень наглядно на примере макияжа 2016 и 2020, потенциально 2021. А еще я хочу начать это видео вот с этого. Это как бы я в 2016 году, а это я в 2020. Всем привет! Это все один и тот же человек, мое лицо выглядит так и одновременно вот так, и я не знаю как. Я пересмотрю мои старые видео, я думаю, матерь, бомжи, это же просто пипец, насколько сильно макияж может видоизменять внешку. Ну, я правда еще поправилась, почти на 10 килограмм, но это другая история. Вообще, расскажите, как вы в принципе относитесь к моде, вы за ней следите или вы за ней не следите? С одной стороны, я как бы периодически слежу за тем, что вообще сейчас в теме, с другой стороны, мне как-то абсолютно наплевать, с третьей стороны, я покупаю одежду в магазинах и стараюсь покупать из актуальных каких-то. И, ну, наверное, это как-то обезопасивает меня. Обезопасивает, обезопасивает, обеза... Делает безопасным, что моего отношения к этому вопросу нет, и она не до конца сформирована, потому что мне как-то пофиг. Но вот макияжные тренды это то, что мне прям нравится, отслеживать и следить, потому что одежду еще покупать надо, а знаете ли, обладая помадой, можно по-разному ее наносить, и для этого никаких трудностей нет. Обзор и рассказ всех трендов я начну сразу после того, как я нанесу на лицо тональный крем, чтобы все просто сравнять, и у нас была абсолютно одинаковая текстура. Кстати, в вопросе тона особо не могу сказать, что что-либо изменилось, тон как тон, как его тогда наносили, как сейчас наносили, ничего не изменилось, поэтому только на этом моменте мы не будем акцентировать внимание, а вот что будет дальше. С этой стороны будет 2016, а с этой стороны будут актуальные тренды. И я уверена, что сейчас вы все поймете абсолютно сразу, видя это. И это помадка для бровей. Помадка для бровей идет на сторону 2016 года, потому что макияж 2016 просто невозможно себе представить без супер-мега графичных, четких бровей, которые обильно залиты, к тому же консилером. Вот как-то так это все выглядело. Актуальны были достаточно широкие брови, с достаточно четкой формой и с эффектом омбре от начала брови. Также брови еще любили делать весьма графичными, и это именно то, что сегодня выглядит уже немного странно. Хотя, признаюсь, для многих макияжей такая форма по-прежнему, мне кажется, самая выдающаяся и самая адекватная. Эффект омбре, который был буквально обязательным в самом начале брови. Вы уже чувствуете, да, вот эту вот бровь? А ведь это только начало, потому что такая бровь просто не могла существовать без обильного количества консилера. Консилер нужно было в обязательном порядке класть как под бровью, так и над ней. Ну что, похоже на вайфе 2016 года? Давайте теперь сравним с тем, что актуально на сегодняшний день. Сегодня люди по-прежнему пользуются помадкой, особенно когда мы с вами говорим про какой-то более неформальный макияж. Тот же самый TikTok макияж с такими стрелками. Привет, мой самый любимый макияж. Сейчас же макияж делает так. Вы заполняете все недостатки, которые есть у вас между волос и бровей. Что? Короче говоря, сейчас более актуально это естественные, натуральные, пушистые брови. При этом пушистые не вот в таком стиле, что было тоже актуально несколько лет назад, а просто максимально естественные. Такие, как будто они у вас на самом деле просто обычные ухоженные брови. Такая бровь сейчас выглядит абсолютно актуально, в отличие от этой. Также есть еще два ответвления брови, которые сейчас актуальны. Это или максимально прямая бровь, но не корейская прямая, как на фотографии, а просто прямая. Естественно прямая, с естественным прямым изгибом, как вот, например, у меня. А просто посмотрите на разницу. Давайте, приступим дальше. После бровей у нас идет традиционный макияж глаз. И здесь, конечно, просто... О май гад, Неза! Мой бог, моя бомженька. Следующая вещь, которую просто невозможно было представить себе вне макияжа 2016, это скотч. Скотч лепили буквально для всего. И для стрелок, и для теней. Поэтому, конечно же, именно со скотча я сейчас и начну. Макияж глаз выглядел очень странно. Но самое главное, он должен был быть фигурным. Точнее, четким. Ну, в общем-то, да, фигуры обычно четкие. Что касается предпочтений по цветам, тогда доминировал жесткий нюд. И жесткий нюд в данном случае подразумевает какие-то такие оттенки, которые вроде бы нейтральные, но достаточно яркие. И при помощи нейтральных оттенков создавался эффект достаточно вечернего, насыщенного макияжа даже днем. Потому что формально это как бы нюд, а неформально это и не нюд. Уверена, вы все помните вот эти картинки. Их просто было... Они везде были. Невозможно было бы войти в интернет и не столкнуться с этими картинками. Давайте повторим этот образ. Что, кстати, было очень прикольно в том макияже, это то, что он действительно подразумевал под собой очень качественную и хорошую растушевку, потому что без нее все в этом стиле смотрелось бы отвратительно. Не затемнил внешний уголок глаза, не мужик. Казалось бы, что на этом можно остановиться, но нет. Обязательно нужно было взять шиммерные тени какие-то с глиттером и зафигарить их на ту часть, которую предварительно до этого высветляли. Вы чувствуете, да? Вы чувствуете, как 2016 год медленно подкрадывается к вам при помощи этого макияжа? Воистину, макияж великой силы. В противовес этому сегодняшний макияж немного более яркий, но одновременно более спокойный. С этим глазом я еще не закончила, но сейчас хочу показать именно момент нанесения теней. Например, даже если сегодня используется какая-то палетка, то используется она совершенно по другой логике. Например, сейчас в моде эффект дымки, поэтому мы возьмем с вами какой-то средний цвет и просто нанесем его на все наше верхнее веко. То есть, таким образом, как будто бы оно немножечко заполированное. То, что я говорила ранее по поводу яркости, сейчас на сегодняшний день актуально использование более ярких оттенков. Уже никого особо не удивишь какими-то желтыми тенями, оранжевыми тенями, которые внезапно стали мега модные. Уже люди используют зеленые тени и голубые. Если раньше у нас был тренд исключительно на яркий макияж при помощи нюда, то на сегодняшний день никто не гнушается уже использовать по-настоящему яркие цвета. Но в целом сейчас макияж выглядит как-то так. Это вот такая вот растушеванная дымка, достаточно светлая. Также, если раньше очень стабильно и всегда высветлялась вот эта вот часть глаза, сюда добавлялся хайлайтер. Кстати, хорошо, что я о нем вспомнила, его не добавила. То на сегодняшний день такой же мягкой кисточкой можно взять тот же самый хайлайтер, немного стряхнуть и покрыть поверх, так, чтобы появился эффект легкого мерцания. Сейчас, в принципе, я обратила внимание, что в реальной жизни, что в том же интернете, гораздо меньше идет акцент на саму тень и на растушевку теней, поэтому народ особо не запаривается. Нижний век также подчеркивается темным цветом. Если вы думаете, что я некорректно сравниваю вечерний макияж с этой стороны и какой-то не до конца понятный сет, то смотрите дальше, сейчас вы все поймете. Конечно же, стрелка. Вот что-что, а вот это пережило просто такую огромную эволюцию, что на сегодняшний день макияж, модный макияж, который наблюдается в ТикТоке, в рекомендациях в Инстаграме, без стрелки практически невозможно себе представить. Стрелки сейчас делают максимально разными. Треугольными, круглыми, квадратными, прямыми, косыми, изогнутыми, какими угодно, но стрелка должна быть видна. Если раньше у нас была четкая, каноничная вот такая вот а-ля ретро стрелочка, то сегодня все абсолютно изменилось. Правила на стрелке отменяются абсолютно все. Чем страннее стрелка, тем круче. Очень часто еще рисовали стрелки при помощи скотча, вот прям как сейчас у меня. Еще очень модно было рисовать стрелку не до внутреннего уголка, до самого начала, а обрывать ее где-то в районе зрачка. Кстати, давайте отлепим и посмотрим, что нарисовано. Ну что, вы чувствуете вайп этой стрелки? Я, например, сейчас абсолютно точно чувствую вайп того, почему скотч и это была не самая лучшая идея, потому что все время происходило что-то в таком духе. Сегодня же стрелка выглядит вот так. При достаточно отсутствующем макияже века стрелка занимает лидирующее место на нашем лице. Сегодня стрелка может быть какой угодно, самый ненормальный, но главное, что она была странной. То есть я нарисовала сейчас какую-то чушь, но с такой чушью ее можно набрать много просмотров в ТикТоке. Какая стрелка вам нравится больше? Мне, само собой, нравится больше эта, хотя эту я не считаю плохой, в ней явно есть какое-то очарование. Накрасим ресницы. Кстати, что касается тренда ресниц. Раньше было очень модно очень густые, медь, очерченные, такие прям разделенные, пушистые, длинные, 3D-шные, т.п. и т.д. подобное ресницы. На сегодняшний день я обратила внимание, что ресницы вообще как-то перестали существовать как вид искусства. Сейчас народ вообще не запаривается, и в большинстве своем можно обратить внимание на то, что ресницы стали прокрашиваться или достаточно слабо, или наоборот, с акцентом только, например, на верхнее веко, на нижнем же ресницы не рисуются вообще. Хотя макияж детей с 16-го года без обильных черных ресниц, что сверху, что снизу, практически невозможно себе представить. Кстати, у меня на канале есть огромный туториал по рисованию разного вида стрелок, особенно тех, что сейчас актуально. Обязательно посмотрите это видео, если вы его еще не видели. Потому что какой бы века у вас не было, новейшее, глубокое или вообще вот просто пофиг какое, с тем методом, который я вам предлагаю, вы научитесь рисовать стрелки. Я вам это говорю, как самый бестолковый человек в мире, который не мог нарисовать стрелки вообще никак. И я просто не понимала, почему у меня не получаются стрелки. Сейчас я рисую такие вещи за несколько секунд, еще и болтая на камеру. И вот разница глаз. Пока эта штука сохнет, я выскажу небольшое свое мнение еще на тему контринга. Конечно же, контринг это просто максимально святая вещь для макияжа тех лет. И не только контринг, но также идеальное матовое покрытие. Сразу скажу, я сама очень сильно люблю матовое покрытие кожей. Я всегда стараюсь делать кожу максимально матовой, потому что мне просто нравится, когда смотрится на фото и на видео. Но в целом в тренде сейчас это достаточно естественная кожа. Вы или наносите пудру, или наносите тон, но в целом никто не запаривается. Там идеально у вас матовая кожа, или у вас кожа поблескивает. То есть в целом всем пофиг. Еще я стала замечать, что вообще в принципе использование пудры вызывает у многих людей вопросы. Некоторые мои подруги вообще у меня очень удивленно спрашивают, почему я все еще использую пудру. Типа, зачем? И я действительно обратила внимание, что пудра наименее важный элемент сейчас в макияже. Хотя мою личную жизнь я без нее не могу представить. Нанесем пудру. Наношу с 16-го года сторону. Чтобы все было матовым. И потом, конечно же, контуринг. Который, ну, мягко говоря, без контуринга нельзя было вообще выйти на улицу. Контуринг это святая вещь. И, конечно же, контуринг тогда рисовался по отдельному правилу, по отдельной жизни. Нужно было делать так. Обрисовать себе скулу, чтобы все понимали, что мы с вами тонкие, звонкие и вообще худые. Увести ее куда-то в район уха. Конечно же, на нос наносилось это все именно вот так. О том, что нужно с этой стороны выбелять нос, никто никогда еще пока не рассказывал. Подбородок тоже очерчивали вот с этой вот стороны. Но, в целом, лицо должно было быть более таким хищным, более дерзким. И вообще, в целом, я обратила внимание, что тогда макияж, который был сделан, он был нацелен на то, чтобы больше нравиться людям. Чтобы больше привлекать к себе внимание. В то время, как сейчас макияж, несмотря даже на его яркость, он как-то больше демонстрирует то, что мне настолько пофиг, поэтому я нарисовала такую стрелку. Мне настолько пофиг, поэтому я не парюсь о моих бровях. Он какой-то более свободный. Он менее нацелен на то, чтобы кому-то нравится. И вообще, понятие красоты как-то очень сильно разделилось на два подтипа красоты. Так, то есть, на стрейт красоту и на альт красоту. И каждый сейчас выбирает себе по вкусу, что есть для него красиво. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. В общем, контринг тех лет, как-то, знаете, уже очень похоже на вот это вот лицо. Как-то, знаете, еще бы похудеть, и все просто один и тот же человек. Сейчас контринг, хоть и делается гораздо реже, но если и делается, то он делается каким-то более естественным способом. Это, например, просто, чтобы создать эффект более узкого, более маленького лица. Это вот где-то здесь по контуру. Это, опять-таки, контринг носа, но совершенно по другой схеме. Это затемнение вот этой части, а также высветление вот этой, чтобы нос действительно казался узким. И работа с ноздрями, то есть прорисовка вот этой вот зоны, чтобы нос поднять повыше. В принципе, с контрингом, как я уже говорила, особо народ сейчас не запаривается, поэтому это выглядит как-то вот так. Макияж достаточно актуальный, достаточно современный, достаточно простой. Румяна. Ну, конечно, не секрет, что тогда румяна клались только по двум вариантам. Первый вариант – это нанесение на яблоки щечек. Все мы знаем с вами эти уроки, когда ты улыбаешься и наносишь румяшки сюда. И второй вариант – это румяна, которые протягивались по скуловой кости. Сейчас же румяна используется как угодно, но только не так. Они могут наноситься под веко и идти с растушевкой вниз. Они могут наноситься на нос, причем в достаточно большом обильном количестве, еще подчеркивая вот эту зону хайлайтером. Это румяна, которые наносятся на подбородок. Короче говоря, румяна наносится куда угодно, только не на вот эту вот зону. Конечно, кто-то наносит сейчас и так, но в целом тренд пошел на то, чтобы румянами делать какой-то совершенно другой эффект, совершенно другое лицо. Кстати говоря, мне очень интересно, какой макияж вам понравится больше. Когда смотрите это видео до конца, обязательно напишите. Потому что мне, очевидно, больше нравится макияж на моей белой стороне. Он, мне кажется, как бы приятнее выглядит, чем макияж на этой стороне. Хотя я уверена, что кому-то и он придется по вкусу. Из необычных элементов, конечно, в тренде на сегодняшний день это рисование всевозможных веснушек, это всевозможные стразы, это какие-то такие вот элементы, которые продают, опять-таки, странность образу. То есть, как и подобные стрелки, сейчас макияж больше в странный уходит, нежели чем в какой-то канонический, классический, красивый. Тогда же, если родинки и рисовались, и рисовались веснушки, то это было вот так. Вот так или вот так. Я сейчас их нарисовала очень плохо, но я их растушую, и быть не так плохо. Потому что что-то я не ожидала, что именно эти тени поведут себя настолько странно. Обычно это гораздо лучше, выглядят симпатичнее. То есть, знаете, вот сегодняшний макияж, он как будто, он показывает, что в недостатках есть прекрасное. И мне кажется, это очень здорово. Что касается губ, тут просто все ясно, как божий день. Во-первых, конечно же, обязательно присутствовал карандаш для губ, но если карандаша для губ не присутствовал, то присутствовала супер матовая помада. Знаете, с эффектом как будто просто жидкого пластилина. Губы рисовались, выходя за контур в обязательном порядке. Я думаю, вам очень сильно знаком этот образ. Выглядит, конечно, ну так себе, но, блин, вот такой вот он был. Пока эта сторона сохнет, немножко тоже расскажу. С этой же стороны сейчас губы, в принципе, не особо нуждаются в какой-то коррекции. То есть уж явно вот так вот мало кто красит губы, по крайней мере, я на это вообще уже очень давно обращала внимание, что не видела такого рода макияжа. Сейчас в целом берется какой-то тинт или вообще какой-то полупрозрачный блеск, и банально на губы идет очень небольшой акцент. Они как бы есть, они присутствуют, губы никуда не деваются, но акцента на них гораздо меньше. Что ж, вот такой вот макияж получился, макияж 2016 versus макияж 2020. Обязательно напишите, какой макияж вам нравится больше. А я вас всех очень сильно люблю, всех целую, и всем пока-пока. До новых встреч! Кстати, посмотрите туториал про стрелки.